Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Киров теряет 0,15% бюджета от налоговой миграции. Об этом заявляет начальник городской налоговой инспекции Ольга Кабакова и отмечает, что гораздо больше казна не получает из-за того, что многие кировчане используют серые зарплатные схемы. В этом году из Кирова ушло 160 ИП и юрлиц пришло около 90. В налоговую успокаивают. Плательщики-мигранты, использующие общепринятую систему налогообложения, не влияют на потери городского бюджета, так как сохраняются поступления налога на имущество, земельного налога и НДФЛ. Плательщики налога на вмененный доход также платят его в Кирове. Теряют бюджет только НДФЛ и налоги по ОСН. Экономика. На 101 ФМ. Комиссия ВТПП оценила соблюдение мер безопасности в пяти торговых центрах. Столько объектов посетили представители палаты с 11 июня после подписания декларации о соблюдении санитарных требований. Этот документ был одним из условий того, чтобы торговые центры могли открыться. Так, накануне комиссия побывала в старом универмаге. В целом все меры безопасности соблюдаются. На входах маски есть разметка, ведутся журналы термометрии. Есть недочеты. Например, антисептики, разлитые во флакон из-под бытовой химии без данных о сроке годности. В универмаге отмечают, что клиенты уже спокойнее относятся к просьбе надеть маску. Арендаторы тоже проявляют сознательность. ВТПП обещает продолжить реализацию проекта, который является совместным с губернатором, и приглашает к участию торговые центры, которые ответственно относятся к соблюдению необходимых требований. Экономика. В завершении о валютах. Доллар сегодня 70 рублей 44 копейки, евро 78,99. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова